Следующий свет Следующий свет Моя тема будет сегодня называться «Как научиться смирению?». Я знаю, что мы, как христиане, знаем о важности быть смирёнными, о смирении. И Библия говорит, что Бог смиренным даёт благодать. Давайте согласимся с тем, что мы очень, каждый из нас, очень сильно нуждаемся в Божьей благодати. Мы нуждаемся, и даже вера, написано, она действует по благодати. И, по сути, вера – это тоже благодать, потому что вера – это согласие с Богом, а смирение – это и есть согласие. То есть вера – это смирение. В вере есть смирение. И Библия говорит, что Бог в поисках смирённых людей, чтобы помочь, чтобы благословить, когда Бог находит смирённого человека, Он поднимает. Это есть принцип божественный, что смирённых Он возвышает. Библия говорит, что не от востока, не от запада, не от севера возвышение, но от Господа возвышение. Согласитесь, давайте будем честными, мы все желаем в своей жизни какого-то, ну не то чтобы возвышения, но мы нуждаемся в том, чтобы быть счастливыми, чтобы Господь что-то сделал в нашей жизни, чтобы наши мечты осуществились. А мы нуждаемся? Нуждаемся? Да. И очень часто мы задаём вопрос, каким же образом мне взаимодействовать с Богом, каким же образом мне найти Господа, взаимодействовать с Ним, найти Его. И вопрос, ответ очень прост, смиренным даёт благодать. Поэтому я не буду говорить о том, что нам необходимо смирение. Мы знаем, что нам необходимо смирение. Но именно как научиться смирению. Я прочитаю с филиппинцем 2 главы, 2 глава 4 стиха. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Друзья, знаете, вот я заметил, в чём как бы иногда вопрос возникает. В том, что мы постоянно в своей жизни ищем обетования, которые как бы обещают нам определённое восполнение нужд. Но не понимаем, возможно, да, на уровне разума понимаем, но это не на уровне откровения, что всё слово Бога вдохновенно. Всё слово, всё слово, каждое слово, которое записано в Библии, это слово, которое дано Богом для определённой цели. Бог хочет сформировать нас целостными, и поэтому разные сферы в нашей жизни, они должны быть обновлены в Слово Божье. И вот смотрите, как просто Библия говорит, «Не о себе только каждый заботится». Да, мы заботимся о себе, это нормально, но Библия говорит, что «но каждый заботится и о других». Практически Господь говорит каждому из нас, «Думай о других людях». Заботься о других людях, думай о том, как помочь, как кому-то сделать жизнь, помочь сделать жизнь лучше. Каждый заботится о других. «Ибо в вас, в нас, должны быть те же самые чувствования или те же самые чувства, какие и во Христе Иисусе». То есть Павел говорит, что вы должны так же чувствовать, как и Христос чувствовал то же сострадание, когда Христос смотрел на человека, что он ощущал. То есть как он смотрел на человека. И те же самые чувствования, которые во Христе, они должны быть у нас. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». Но уничижил себя, вот я хочу обратить ваше внимание на вот это слово, уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став, как человек, смирил себя. Смирил себя, был послушным даже до смерти, смерти крестной, поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. И, знаете, очень часто мы боимся быть смиренными, именно в полноте этого слова. Вообще мир, он считает, что смирение – это слабость. Ну, когда ты смиренный, да, ты как бы такой открытый, тебя все могут ранить, тебя все могут обидеть. И получается, знаете, вот как бы одна из грани гордости – это самозащита. Вот самозащита, я не имею в виду крайности какие-то, но когда мы пытаемся, то есть мы, может быть, не осознаем этого, но когда мы пытаемся как бы себя защитить, да, от чего-то, что, может быть, нас может ранить, или, может быть, обидеть, мы как бы строим эту такую защитную стену, не позволяя Богу нас защищать. Вот именно, смотрите, человек сам по себе, да, вот по своей плотской натуре, он как бы постоянно себя защищает. А смиренный человек, он доверяет не только Богу все, он доверяет Богу свою защиту. Когда Иисус Христос висел на кресте, разве он не был самым уязвимым? Без одежды, полностью униженный, висит на кресте, и он молится Богу, «Я предаю в твои руки мой дух». Другими словами, «Я предаю себя тебе». То есть Иисус, Он доказал Своё смирение от самого рождения, когда Он был послушан родителям. И в самый последний момент, когда висел на кресте, кажется, ты уже на кресте. И в этот момент Он всё равно доверяет свою жизнь, свою защиту своему Отцу. То есть смиренный человек, по сути, Он доверяет все обстоятельства. Он доверяет свою судьбу, Он доверяет свою жизнь Богу. Он как бы в постоянном вот этом состоянии посвященности и в состоянии такого упования на Бога. Почему мы говорим, что смиренный человек, он всегда молится? Кто молится сегодня? Молится тот, кто полагается на Бога. Поэтому, друзья, братья и сёстры, давайте перестанем бояться. Давайте перестанем бояться, что нас кто-то обидит. Давайте перестанем бояться быть самими собой. Давайте перестанем бояться открываться. Знаете, вот иногда я смотрю, что в церквях, ну не во всех, конечно, но вот определенного направления в церквях не хватает душевности. Вот даже в полной евангельской церквях иногда не хватает вот этой простой человеческой душевности. Знаете, вот я вспоминаю, когда я пришел впервые в церковь. Что мне запомнилось? Запомнилась ли мне проповедь? Мне проповедь не запомнилась. Запомнилось ли мне прославление? Мне прославление не запомнилось. Что же мне запомнилось? Мне запомнилось отношение людей. Мне запомнилась атмосфера. И это именно меня привлекло. Мы сегодня думаем, что если в церкви будет проповедь какая-то, еще что-то, что это кого-то зацепит. Нет, друзья, вначале душевное. Библия так говорит, 1 Коринфянам 15. Вначале душевное, потом духовное. И вот чтобы быть на вот этом душевном уровне, необходимо смирение. Знаете, я иногда смотрю, как мы такие духовные, мы все время о чем-то молимся, это все хорошо молиться. Но где же вот эта обычная душевность? Смотришь, какие-то праздники. Иногда даже у нас в церковной группе хочется, чтобы кто-то поздравил, знаете, кто-то какие-то душевные вещи написал. И знаете, когда ты этого не находишь, немножко так, как будто даже огорчаешься, думаешь, Господи, как будто мы в каких-то облаках все время летаем. Подходишь к кому-то, он тебе самый духовный совет выдает. Брат, держись, сестра, держись. Знаете, что такое религия? И это когда духовность, кстати, вот эти все вещи, они не являются духовностью, это супердуховность, это может быть религиозность даже, когда все эти вещи, как бы духовные, в кавычках, ставятся выше человека. Знаете, у человека может быть раненая душа, ему не нужны эти супердуховные советы. Ему надо, чтобы кто-то просто обнял, поговорил, может быть, даже попереживал с ним. Правильно? Нет, мы же духовные советы даем. Брат, послушай эту проповедь. Поэтому смирение, оно начинается с вот таких обычных, человеческих, душевных вещей, когда мы не боимся быть самими собой. Мы не боимся кого-то похвалить, с кем-то порадоваться, с кем-то погрустить, может быть. То есть, знаете, мы не должны, церковь не должна потерять вот этот человеческий нормальный вид. Когда пророки видели херувимов, помните, там четыре леса было. Вот одно из них, лесо какое? Человеческое. Да, там был и орел, и лев, и вол, но там присутствовал человек. И как важно, чтобы мы не потеряли вот эту обычную человечность. Иисус, смотрите, написано, уничижил себя, самого себя, принял образ раба, сделавшись подобным кому? Человеком. Со всеми вот этими человеческими как бы трудностями, да? То есть, Он просто прожил как человек, понимая людей. А что фарисеи говорили? Почему ты с грешниками общаешься? Почему ты там с ними кушаешь, сидишь? А почему ты шутишь с ними? Вообще, я верю, что мы должны уметь и пошутить, и поддержать кого-то, да? Братья и сестры, вот эти каменные лица. Вот эти каменные лица. Такие памятники все. Такие, знаете, все бывают такие серьезные все. Нам необходимо смирение. И вот, знаете, Иисус, Он просто не вмещался в религиозное сознание этих религиозных вождей, потому что они все ходили такие достойные. И тут приходит Иисус, который еще заявляет, что Он Мессия. Радостный. Я, знаете, представляю, что Иисус там смеялся. Сидит, кушает. Как Он может с ними сидеть? Эта женщина пришла, умывает ему ноги. Если бы Он был пророк, Он бы знал, кто эта женщина. То есть, получается, в ихнем понятии, если бы Он знал, кто эта женщина, Он бы с ней даже не общался. Это религия. А Он пришел, чтобы служить. Смотрите, характер важнее даров. У нас могут быть самые сильные дары. Вы послушайте внимательно. Если наш дар привлекает к нам людей, мы сможем послужить этим даром. Если наш характер отталкивает или не привлекает к нам людей, у нас могут быть самые мощные дары. Но мы не можем им послужить. Просто некому. Никому мы не интересны со своими дарами. А Иисус привлекал толпы народа за ним ходить. Поэтому смирение может возникнуть вопрос. А разве можно научиться смирению? Кстати, очень много падений у людей именно по причине отсутствия смирения. Много падений. И можно ли научиться смирению? Потому что мы думаем так, что смирение это может быть одна из граней характера. И вот если мы видим, что человек какой-то такой, знаете, суперактивный, там еще какой-то, а, наверное, это не смиренный человек. А кто-то такой, он спокойный, этот смиренный человек. Это вообще не играет роли. Ты можешь быть спокойным смиренным, неспокойным смиренным, спокойным не смиренным, неспокойным не смиренным. Это вообще не играет роли. о, эта сестра, она ни с кем не разговаривает она смиренная это не показатель, друзья это не показатель и вот написано, что он, но уничижил себя почему? потому что на самом деле я не говорю сейчас про Иисуса, я говорю про нас, людей нашей греховной натуре вообще, если взять греховную натуру там нет смирения Иисус принял образ человека и смотрите, он сам себя уничижил и дальше сказано, что смирил себя чья компетенция смирить себя? наша смирил себя и еще одно место Писания но мы его не будем открывать, если кому-то интересно вы можете дома посмотреть, это 1 Петра, 5 глава, 6 стих там сказано смиритесь это как повеление смиритесь под крепкую руку Божью смирение это состояние сердца и мы учимся смиряться и мы видим по всей Библии как Божьи люди смирялись это значит, что они предпринимали определенные действия чтобы смирить себя то есть смирить себя это предпринимать определенные действия определенный образ мышления смиряя себя до тех пор, пока это не станет частью нашего существа когда мы смиренные когда мы смиренные поэтому не характер определяет смиренный я или нет но именно решение что я принимаю решение я буду смиренным я принимаю решение я буду доверять Богу я принимаю решение я не буду себя защищать я принимаю решение я не буду строить вокруг себя стенку я принимаю решение я буду хорошо и правильно относиться к людям. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью. Я помню, как впервые Господь, Он дал мне это откровение через одного брата. Я рассказывал в церкви эту историю, я еще раз расскажу, когда я был очень-очень молодым христианином, может быть, полгода я был в Боге. Я сидел на одном собрании, Карл Густав Северин проповедовал. Я сидел на собрании, и возле меня мой друг Андрей, который сейчас пастор Андрей в Лиде, мы тогда не были пасторами, мы были просто новобращенными. И мы сидели и слушали проповедь. И я услышал, как Господь мне сказал. Вот реально, я сидел на собрании, я услышал, как Господь мне сказал, иди в деревню и проповедуй. Я повернулся к нему прямо на собрании. Я сказал, я говорю, Господь мне только что что-то сказал. А он говорит, и мне Господь сейчас только что что-то сказал. Я говорю, а что тебе Господь сказал? Он говорит, «А ты первый, а что тебе Господь сказал?» Я говорю, «Мне Господь сказал идти в деревню и проповедовать». И он показывает листок бумаги, на котором он записал. Там написано «Иди в деревню и проповедуй». Нам Господь одновременно сказал одно и то же. Я верю, что это Господь. Немножко потом события по-другому были, но верю, что это Господь. И я говорю, «Хорошо, я знаю одну деревню, 75 километров от Минска. Поехали туда». Мы, недолго думая, поехали. Мы нашли там женщину, которая заведующая клубом в этой деревне. Мы договорились с ней. Мы написали от руки такие афиши, мы расклеили. И через неделю или две мы приехали туда. И поверьте, это был полный дом культуры. Полный. Я не буду подробностей. Там председатель колхоза вышел. Я не знаю, понял он что-то или нет. Он вышел и пожелал нам творческих успехов после. И поэтому они все пошли. И вот мы приезжаем радостно в Минск. И нас вызывают на ковер руководство церкви. Пастор и помощник пастора. Братья, что это вы задумали? А что мы задумали? Мы поехали в деревню, мы открывали церковь. Мы сейчас вам всыпем по полной программе. И мы такие, да у нас откровение идти в деревню. А не нам. А у нас откровение идти в города. Типа чел откровение сильней. Ну, города помощней, да? Еще раз братья такое повторить. А мы тогда уже начинали домашнюю группу вести. Вы полетите с лидерством. И мы такие, знаете, идем и радуемся. Я говорю, слава Господу, что нас хоть с лидерства за это не сняли. Это такое дело, что церковь открыть. Но потом, знаете, что-то произошло в моем сердце. И я так обиделся. Я помню, как мы пришли к одному брату в гости. И как будто бы внутри, знаете, все оно... Вот, знаете, как поднимается что-то. Просто я начал... Я даже уже не мог сдерживаться. То есть, обычно, знаешь, когда ты еще так можешь сдерживаться. А тут я начал ходить и говорить. Говорю, я не понимаю, что это вообще такое. Что мы плохого сделали. Мы открыли церковь. Мы пытались ее открыть. И я целый вечер так бубнил, портил свое настроение. Слава Господу, друзья, за духовные друзья. А кто такие духовные друзья? Это которые не боятся тебе сказать правду. Если бы они тоже меня поддержали. Да ты прав. Да ты это. То я не знаю, куда бы мы далеко зашли. Они молчали. Они молчали. Ну, пускай. Илья поговорит. Он любит говорить. Но потом один брат подошел и сказал. Говорит, у меня есть откровение. Я говорю, какое? И он прочитал мне вот это место из Петра. Что будьте там, там перед этим повинуйтесь наставникам и так далее. Смиритесь под крепкую Божью руку. Вознесет вас свое время. Я помню, я сидел и я понимал, что это слово Божие для меня. Слава Господа, нашел в себе силы остановиться в этом ропоте. И ты скажешь, так интересно, Господь это тебе сказал про деревья или не Господь все-таки? Я верю, что Господь, но, знаете, Господь, Он иногда может создавать такие ситуации, такие ситуации, чтобы, может быть, ты даже не до конца понимая, но нашел в себе силы смириться и доверить все Господу. В конце концов, если Господь тебе что-то сказал, и тебя не поняли люди, и даже не согласились с тобой люди, ну неужели ты думаешь, что Господь не найдет способ, как через тебя сделать то, что Он тебе сказал? Поэтому мы учимся этому смирению. Иван Георгий, Матфея 11 глава, Иисус говорит. Смирение, братья и сестры, смирение, оно приносит покой нашим сердцам. Потому что, когда мы не смиренные, мы постоянно в каких-то таких беспокойствах. И, знаете, один из признаков смирения – это обучаемость. То есть, когда на тебя могут повлиять, когда ты способен обучаться. В каком плане способен обучаться? Помните, написано, что праведной верой жив будет, а душа надменная? Что? Не успокоится. Когда? То есть, смирение дает нам способность верить. Но, когда мы беспокоимся в таком, знаете, то мы не верим. Вот я помню, когда у меня была вот эта депрессия, про которую я тоже часто говорю. И, знаете, Господь всегда, я заметил, что Он хочет, ну, не знаю, не добиться, может быть, но Он желает нашего смирения. Вот в элементарных вещах. Помните, вот эта женщина, которая шла, и у нее дочь была, ну, одержимой, да? Да? Женщина как в финике, в серой финике, да? И, представьте, вот она идет, и написано, что Иисус даже не обращал на нее вообще внимания. И даже потом Он такую оскорбительную вещь и сказал, что детям хлеб, а тебе нет никакого хлеба. И даже Он говорит, а псы, как бы, да, там, ну, Он это сказал, да? И она что говорит? Крошки со стола, когда падают, псы едят. То есть, она, представьте, да, она даже, да, я вот такая. Или, например, вот эта женщина, Анна, которая молилась. И священник говорит, ты пьяная. И представьте, как она могла бы обидеться. Она так в искренности к Богу пришла, да, она такая открытая, и тут так ее унизили. Но она говорит, не думай, что я такая, там, негодная женщина. Нет, не думай так. И тогда Господь высвободил Слово. И этот священник ей говорит, будет по твоему прошению. Видите, смирение. Там, где смирение, там возвышение. И вот я договорю. И вот, когда это у меня была депрессия, я постоянно ко всем подходил. За меня многие молились. Много-много разных проповедников, известных проповедников. Но вот так как у меня не было смирения, принять то, что мне говорят. Принять то, что мне говорят. Почему не потому, что ты такой гордый, а потому, что тебе просто трудно поверить. И даже тебе трудно поверить, что это Бог говорит. И трудно поверить, что Бог тебя любит. Вот смотрите, смиренный человек, ему вообще трудно поверить иногда, что Бог лично к нему, лично к нему может говорить. Потому что ему кажется, а кто я такой вообще? И кажется, что это типа смирения. На самом деле это гордость. Мне говорили, мне говорили, мне каждую молитву говорили. Я не мог принять. И вот там была одна женщина в этой церкви, в этой библейской школе учился. Она такая молитвенница была, у нее такие дары были как бы. Я подошел и говорю, вот у меня такая проблема, я хочу, чтобы вы помолились. Она говорит, хорошо, ждите меня здесь. Это уже было после занятий в библейской школе, уже было поздно. Ждите меня здесь, я вас позову. Час жду, два жду, три жду. Я уже внутри, ну представьте, столько часов ты ждешь. Я думаю, может быть забыли, уже в этом фойе свет выключили. Я стою и жду. Через часа три приходит только не она, а там другая женщина. А может быть она, я уже не помню. И говорит, ну и проходите там в комнату, там постара, за вас помолятся. И вот я помню эту такую атмосферу, я зашел в комнату, и одна женщина, она пастор была тогда, она начала мне пророчествовать. Она начала такие вещи говорить. И знаете, что интересно, что когда она мне даже уже пророчествовала, я уже ощутил, как Дух Святой на меня сошел. И как будто такая свобода пришла. Потому что свобода приходит через слово. Потом они молились, но неважно, я чувствовал такую свободу, такую радость. Они помолились, и вот я вышел из церкви. И где-то радостно я прошел метром 150. Через 150 метров мне пришла такая мысль. Не мог мне Бог этого говорить? Он же знает, какой я. Неужели вот такие хорошие вещи бы мне Бог сказал? И в этот момент вся эта депрессия опять возвратилась. То есть дьявол что? Похитил слово. Через обман. Я вот замечал, что иногда ты какие-то вещи человеку говоришь, советуешь, и ты говоришь, знаешь, Бог тебе поможет. А человек не может принять. Не способен принять. Что бы ты ни говорил. Или человек на какой-то момент принимает, но потом теряет. Потому что дьявол приходит и играет на вот этих чувствах души. 11, Евангелие от Мафея, 11, 28. Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И так Господь дает покой. Если есть смирение в сердце, там есть и покой. Он говорит, придите ко мне, я вас успокою. Я вас успокою. Возьмите иго моё на себя, и смотрите, и научитесь от меня. Иногда мы думаем, что от Иисуса мы учимся, как к ветрам повелевать, как шторму запрещать. Но мы забываем о том, какое же сердце было у Иисуса, которое могло сохранять этот дух веры. Иисус учил, Он говорит, что новое вино вливают в какие меха? В новые. Мы стремимся за духом веры, за верой, но не понимаем, что определенное состояние должно быть, чтобы мы могли хранить этот дух веры, чтобы дьявол не похищен. И Он говорит, придите, возьмите иго моё на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирён сердцем, и найдёте покой душам вашим. Оказывается, покой не просто в том, что мы исповедуем слово, это очень хорошо исповедовать, но в кротком и смирённом сердце. Потому что кроткое сердце может доверять. Кроткое сердце, оно может полагать свои надежды на Бога. А когда нет кротости, мы постоянно переживаем. А что обо мне люди подумают? А как эта ситуация? А поможет мне Бог или не поможет? Поэтому я некоторые моменты, может быть, затрону очень быстро, и мы скоро будем молиться. Я уже немножко сказал о душевных вещах. Я ещё о душевных вещах скажу. Первый шаг – это, чтобы быть смирённым, это правильно и нормально относиться к людям. Может быть, даже угождать людям. Я не говорю о каких-то компромиссах, я не об этом говорю. Но не бывает смирения перед Богом без смирения перед человеком. Так же, как и любовь. Написано, что ты не можешь любить Бога, которого не видишь, и не любить или ненавидеть ближнего, которого видишь. Невозможно. Невозможно напрямую служить Богу. Сестра, как ты служишь? Брат, как ты служишь? Я проповедую Евангелие. Кому ты проповедуешь Евангелие? Ты проповедуешь Евангелие людям. Ты служишь людям. Поэтому смирение перед Богом невозможно без смирения перед человеком. Люди – величайшая ценность для Бога. Друзья, люди – величайшая ценность для Бога. Иногда мы проходим мимо людей. Иногда мы ставим какие-то, знаете, свои чувства. Может быть, какое-то помазание, что-то ещё выше людей. Вот как вы думаете, почему этот священник и левит прошли мимо этого избитого? Может быть, они так думали? Я тороплюсь на служение. Если я с ним сейчас поговорю, помазание уйдёт. Могло быть такое? Знаете, вот если мы не понимаем, мы думаем, помазание – это, конечно, ценность. Но для чего оно? Для служения людям. Ну как это я поговорю с ним? Как это я опущусь на этот уровень? Но я же ведь помазанный. Ведь Господь же дал мне этот мир в сердце. Я сейчас поговорю, я потеряю мир. Вообще не понимаю, как можно потерять мир после разговора с человеком. Но потому что этот человек загрузил меня своими проблемами. Так ты для этого и послан Богом, чтобы помочь ему в его проблемах. А не для того, чтобы… Я боюсь о проблемах с людьми говорить о их проблемах, потому что я теряю мир. Так слава Господу, что ты его теряешь. Может быть, ты передаёшь его мир свой. Я не знаю, конечно, мне тоже нужна вера, друзья, что что-то меняется, когда мы проповедуем. Но очень бы хотелось, как я уже сказал, больше такой душевности. Вот таких нормальных, просто… Таких вот просто нормальных отношений. Да? О, брат, я в духе, не подходи. Мой дух может тебя убить. Смех, радость – это очень духовно, друзья. Очень духовно. Я не хочу, чтобы мы искусственно уже начнём сейчас в группе писать такие, такие, как сказать, запоздалые поздравления. Некоторые уже такие, поздравляю вас с наступающим 2022. Нет, ну надо быть немножко душевнее, да? Вы вообще согласны быть с этим, нет? Знаете, каким нам надо быть? Это, может быть, я и себе говорю тоже, конечно. Таким, чтобы к нам не боялись подходить люди. Знаете, как вот будет, как мне говорят в православных церквях, вот пару бабушек таких, да? Хранительницы икон и этого, как говорится, притвора Соломонова, что ты боишься к ним подойти. И знаете, друзья, вот я не хочу, чтобы у нас в церкви были такие люди, которым боятся подойти. Особенно служителя. Вот служителя должны быть добрыми, такими открытыми, да? А не то, что я здесь служитель, и это моя граница, вот здесь я ответственный, да? За там, ну я не имею сейчас кого-то конкретно, но вот за библиотеку попробуй только возьми книгу, без моего ведома. Но это не тратание-бустотание, она всегда наоборот говорит, берите все, что хотите. Знаете, человек, который не смирен, у него есть всегда такое побуждение пойти всегда против течения, чего бы не было. Например, представьте такую картину, вот идет несколько людей, да? И кто-то говорит, давайте пойдем быстрее. Поверьте, человек, который не смирен, он сразу захочет идти медленнее. А что, куда мы спешим? Говорит там, сестра, подай это, или брат, подай вот это. Тут уже такой человек может сделать вид, что не расслышал. Ну, если уже подать, то чуть-чуть позже. Ну, не так, что вот, типа, я такой, послушаю, сразу бегаю. Но написано, что будьте, ну, быстры да скоры, но добрые дела. Аллилуйя. Очень часто несмиренным людям кажется, что когда он послушает, он теряет свою индивидуальность. Но что Иисус говорит? Когда тебя попросят идти в помплище, иди, сколько? Два помплища. Попросили? Сделай больше. И написано, что служите как Господу. Ну, это я думал, Господу легко служить, а человеку трудно служить. Поэтому я думаю, первая такая ступень, служить человеку как Господу, выгази, я как Господу служу. Но когда ты уже даже сможешь как человеку, вот это будет сильно. Когда ты знаешь, что ты Господу служишь, и ты людям служишь. Иди с ним, два помплища. Попросили, сделай больше. А на голову не сядут. Вот тут тоже, я говорю, что нужна мудрость, конечно. Написано, в добродетели имейте рассудительность. И последнее. Иногда мы говорим, ну, я же такой человек. У меня же такой характер. Вот я пастором уже как бы не первый год. Я встречался, когда люди говорят, что ну, я же такой сам по себе. И вот смотрите, что Иисус сказал. Отвергни себя. Да, мы такие, вот мы такие. Каждый индивидуальный. Но смирение — это отвергнуть себя. Теперь очень быстро по пунктам. Знаешь, как я уже сказал, признаки смирённого человека — это, во-первых, обучаемость. То есть ты веришь, ты принимаешь. Ещё один признак — это мы позволяем себя исправлять, и при этом мы не защищаемся. Вот если вы человеку какому-то, например, какой-то, ну, что-то говорите, и он начинает усиленно защищаться или вести себя как школьник. Знаете, школьники, ну, были в школе вы, нет? Вам учитель бывает что-то говорит? Это не я! Да он просто говорит. А что сразу ко мне? Но смирённый, он не защищается. А знаете, почему смирённый не защищается? Он знает, что Бог всё знает. Радуется, когда хвалят других. Как у нас с этим? Для него нет слишком маленькой работы, слишком такой недуховной работы. Ему не обязательно быть всегда правым. Признаёт с лёгкостью, когда он не прав. Для смирённого человека, естественно, спрашивать совета. Молится. Свободно признаёт свои недостатки, свои ошибки, неудачи. Помогает другим. Его смирённый человек очень нелегко обидеть. Очень трудно обидеть. Вот Иисуса было трудно обидеть. У него благодарное сердце. Он не считает, что ему все должны. Быстро прощает. И самое главное, что смирённый человек, он уверен в том, кем он является, в Боге. Это тоже очень важно. Это тоже признак смирения. Потому что самоуничижение и даже, может быть, неправильная самооценка, это опять-таки, друзья, не признак смирения. То есть мы иногда берём местописание, что если кто сам унизит, сам себя. Но это не имеется в виду, что... Ну, имеется в виду, что ты умеешь уничижить себя, смирить, зная, кто ты. Ты можешь служить. Служить. Но смирение – это также признать, кем ты являешься. Как Пётр, который сказал этому хромому, «Сильбра изолота у меня нет, но то, что имею, даю тебе». Встань и ходи. Он точно знал, что он имеет эту исцеляющую Божью силу. И смирение – это точно знать, кем ты являешься в Боге и при этом. Может быть, у тебя великое призвание, ещё что-то. Но ты при этом нормальный, смирённый, благодарный и счастливый. Аминь. Друзья, очень важно, чтобы в церкви мы были счастливы. Приходит человек в церковь первый раз, и когда он видит, что здесь все счастливые люди, он знает, что что-то здесь есть то, чего нет в мире. Там тоже есть какие-то собрания, что-то ещё, но там нет радости. Хотя бывает и есть. Для этого нам нужен Святой Дух. Святой Дух даёт радость.